БОЛЬШОМУ 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 Опытные футболисты. Там и Владимир Сазонов, и Даниил Бондарев. Но и отсутствует сегодня по разным причинам Марат Таразанов, Игорь Камакин, Сергей Махов. Причем Марата Таразанова мы в первых турах не увидим. Это уже очевидно. Он у нас выйдет на поле где-то, наверное, к туру четвертому. Поэтому в нападении пока в первых матчах Вячеслав Устин будет рассчитывать на кого-то другого. В частности, на Дениса Барсукова, который также отсутствует. Но он в этом матче присутствовал на трибунах. Мы его увидим еще в будущем. Ну а пока футболисты Челновершинского металлиста нанесли первый удар поворотом. Это шестой номер. Мяч пролетел выше цели. Ну и теперь уже Сергей Ларин. Сергей Ларин врывается в штрафную площадь на четвертой минуте матча. Падает Сергей Ларин в штрафную площадь. И арбитр назначает 11-метровый удар. Вот так вот первый шанс у нашей команды. Уже на старте поединка. Удар поворотом угадал Галкипер. И 1-0. Сергей Павел в счете. Наша команда выигрывает. И первый добивается успеха. Давайте на повторе еще раз посмотрим. Влево от Галкипера угол направил мяч. Чнизом Сергей Ларин. Вратарь угадал направление мяча. И даже мне показалось дотянулся до футбольной сферы. Но парировать этот удар конечно же не смог. Итак Сергей Скадин металлист ноль. Футболисты хозяева вышли вперед. Ну и конечно металлист захотел ответить. И захотел ответить достаточно быстро. Нащупал Раиль Абзалимов с товарищами слабые места в обороне хозяев. И постарался использовать эти самые возможности. Металлист между прочим ни много ни мало. Чемпион города Самара высшей лиги по мини футболу. Это о многом говорит. Правда мини футбол это небольшой футбол. И разница громадная. Но все таки. Титул есть титул. От него никуда не деться. И нам вот с этим надо жить. Между прочим Сергей Скадин металлисту проиграл крупно. Мы этот матч показывали. В рамках чемпионата города естественно. Ну а пока Сергею прошу прощения Александра Николаев. Творит очередной шедевр. Мяч под перекладину летел. И галкипер футбольного клуба Сергеевск. Можно сказать уже ветеран. Да в этом составе однозначно ветеран. Галкипер футбольного клуба Сергеевск спасает. Ситуацию спасает положение. Как мы видим после того как счет стал 1-0. Футболисты и металлисты перевели игру на чужую. На чужое. На чужую половину поля. Ну и вот сейчас очередная. Атака заброс мяча в район Вратарской. Но здесь галкипер играет надежно. А вот здесь вот оборона. Максим Тукмаков сыграл не лучшим образом. И футболисты и металлиста на пятнадцатой минуте первого тайма восстанавливают равновесие. Делая счет 1-1. Беспрепятственно ворвался в штрафную площадь нападающий Челновершинской команды. И восстановил равновесие. И заставил одновременно задуматься Вячеслава Устина. Потому что в обороне пожар. И вот теперь Павел Минеев. Под тринадцатым номером. Он, кстати, играет, а не под одиннадцатым, как я сказал. Так вот, Павел Минеев упустил Раиля Абзолимова. И Раиль Абзолимов откровенно простил футбольный клуб Сергеевск. В этом эпизоде Челновершинцы имели великолепную возможность для того, чтобы выйти вперед и сделать счет 2-1. Но пока ничья в игре остается равенства. Ну а это 22-й номер команды «Металлист». Знакомый нам игрок Максим Якушев. Он вышел на замену. Количество замен, так как матч товарищеский, количество замен не ограничено. Причем иногда они проходили прямо в течение матча. И вот Максим Якушев вышел на поле. Ну а тем временем 10-й номер. Руслан Аюпов буквально косой скосил Сергея Ларина. Нанес тому повреждение. Получил предупреждение и штрафной выполняет футбольный клуб Сергеевск. Максим Якушев новым своим партнером советует, как располагаться на поле. Ну а тем временем «Металлист» простил Сергеевска еще раз. Прямо сразу два футболиста оказались перед Александром Николаевым. Большие проблемы могли быть у нашего голкипера, да и у команды в целом. Но счет пока ничейный 1-1. Да, «Металлист» смотрится вроде бы предпочтительнее у Сергеевцев. Мы кроме вот этой вот самой атаки в исполнении Сергея Ларина пока ничего не можем вспомнить. Вот сейчас Гарик Сараян пытается продавить оборону соперника. С двумя цепляется, но до удара дело так и не дошло. Павел Минеев вперед делает заброс мяча. Кирилл Григорьев идет в атаку тут же на Гаррика Сараяна. Гарик Сараян 89-й номер отыгрывает обратно. И атака на этом вроде бы завершилась. Но Кирилл Григорьев отбирает мяч. Сергей Ларин. Ларин в районе 11-метровой отметки. Может бить по ротам, удар по ротам в Сараяна попадается. Сараян бьет во вратаря. И на добивании второй мяч вылетает в сетку Челновершинцев. 2-1 Сергеевск повел. Под занавес первого тайма. Ну не то чтобы под занавес, это где-то 34-я минута первой половины. Вот здесь он как раз, Ларин, попал в Гаррика Сараяна. Голкипер первый удар 89-го номера отразил. Ну а на добивании уже не успел ни он, ни защитник Металлиста. Таким образом Гарик Сараян забивает. Александр Николаев тем временем отбивает. Тут же футболисты и Металлисты побежали в атаку. Ну и это Максим Якушев попал в сетку. Но на наше счастье с внешней стороны результат по-прежнему 2-1. И разминаются футболисты. Владимир Сазонов и Даниил Бондарев. Они естественно выйдут на замену после перерыва. Должны усилить Сергеевцев. Ну а это Кирилл Григорьев пытался сыграть головой. Увы не получилось. После розыгрыша углового удара. Немного неприятные ощущения у нашего капитана. Ну и снова Металлист. Чем удивят Челновершинцы в этот раз? По левому флангу они врываются в штрафную площадь. И мяч в штангу попадает. Но здесь у меня такое ощущение, что голкипер Сергеевска все на самом деле контролировал. И если бы мяч чуть правее полетел, то я имею ввиду для игрока Металлиста, то там, конечно, Александр Николаев сумел бы этот мяч парировать. Вот неопасный удар в исполнении Влада Лемкова. Который цели на самом деле достигает. Но там вратарь на пути мяча встает. Еще одна атака. Абзолимов, Максим Якушев. Якушев не дают ему бить. Он делает передачу на игрока Металлиста, но мяч не доходит. До товарища по команде. Ну, естественно, 22 номеру практика нужна. Поэтому по обоюдной договоренности он сегодня сыграл за Чилновершинскую команду. На самом деле выглядел неплохо, если честно. Ну, с одной стороны, можно сказать, что это немного лучше, чем я от него ожидал. Ну и первый тайм на этом у нас завершен. Счет 2-1 с Якушевской идет. И впереди у нас лучшие фрагменты второй половины. Итак, начинаем рассказ о втором тайме товарищеского матча, который прошел на Суходожском стадионе «Алим» 30 апреля. Футбольный клуб «Сергевск». Черно-синие футболки против Чилновершинского «Металлиста». Примечательная на самом деле игра, потому что это первый матч в сезоне 22-го года, который «Сергевск» проводит на Большой Поляне. И что интересно, первый матч Вячеслава Устина на посту главного тренера футбольного клуба «Сергевск» был в 21-м в прошлом году именно против Чилновершинского «Металлиста». Тогда команды сыграли в ничью 3-3. Тогда была невероятная игра. Сперва выигрывали «Сергевцы», потом «Металлист» 2-1. Ну и затем уже повел «Сергевск» 3-2. И на последних минутах «Чилновершинцы» сравняли результат. Здесь наш футболист получает повреждения. Это 77-й номер Даниил Бондарев. Он вышел на замену. Также Владимир Сазонов у нас. Теперь на поле Дмитрий Гомзиков. Также вот Даниил Егоров, прошу прощения, 11-й номер. Он также заменил одного из товарищей по команде. Ну и, конечно же, в воротах у нас теперь Никита Швецов. Молодой голкипер. Тем временем Сергей Ларин 1-1 выскакивал с голкипером «Металлиста». И имел невероятную возможность для взятия ворот. Должен был снимать окончательно все вопросы относительно результата этого матча, относительно победителя. Потому что забить третий мяч и плюс два, конечно, отыграть «Металлисту» было бы чрезвычайно сложно. Но пробил без какой-либо задумки просто в голкипера. И таким образом «Металлист» спас свои ворота. Данил Бондарев зарядил свою пушку. Выстрел получился пока никакой. Мы помним, как ровно год назад в товарищеском матче против самарской команды Данил Бондарев просто настоящий шедевр сотворил. Но здесь пока-пока не до шедевров. Пусть он их откладывает на чемпионат. Это для нас гораздо лучше. Сейчас главное наиграть связи. Главное почувствовать мяч, почувствовать команду, почувствовать игру. Сергей Ларин, как заводной моторчик, по-прежнему бегает туда-сюда. Передача на Владимира Сазонов. Новый Владимир Сазонов не сильно пробил. Вратарь среагировал. И таким образом результат на табло по-прежнему не изменился. 2-1. Мы же наблюдаем за Максимом Якушевым, который ушел с поля. Но забегая вперед, скажем, что он обязательно снова появится в составе «Металлиста». Пока же он общается с одним из болельщиков. «Металлист» в атаке. Опасный момент. Удар. Никита Швецов там все контролировал. Мяч снова попал в сетку с внешней стороны. Ну и теперь уже Дмитрий Гамзиков. 99-й номер. Подача углового. Опасный, чуть-чуть опасный был. Сейчас момент. Павел Купряев пришел на корнер. И едва не дотянулся до мяча. Мог дотянуться, но... Мяч застрял в чистоколе. Ног защитников. И счет остался прежний. Владимир Сазонов. Владимир Сазонов у нас. Сейчас заметная фигура. А это очень опасно. Это шестой номер, который забивал уже Александр Николаев. Сейчас имел все шансы переграть Никиту Швецова. Но молодой голкипер на выходе сыграл великолепно. Сохранив ворота в неприкосновенности. Чем ответит Сергеевск? Дмитрий Гомзяков вырезает в дальний угол. Но мяч мимо пролетел. Вот Денис Барсуков на ваших экранах. Он сегодня на трибуне. Говорят, что в следующем товарищеском матче против футбольного клуба «Кошкин» обязательно выйдет в стартовом составе. Но сегодня пока остался даже не просто на скамейке запасных, а на зрительской лавке. А это Максим Якушев удар и Никита Швецов парирует выстрел 22-го номера. Максим Сергеевич мог забить. Мог сравнять результат. Но Сергеевск по-прежнему оставил за собой преимущество в один мяч. Вячеслав Устин тем временем разговаривает с Евгением Ведениным. Евгений Веденин отыграл один тайм. Выглядел, собственно, неплохо. Ну, по крайней мере, погоды не портил. Ну, а это Сергей Ларин. Седьмой номер. Все, получил небольшое повреждение. Сейчас его заменят. Матч подходит тем временем уже к концу. Ну и футболист и металлисты последние шансы используют для того, чтобы сделать результат 2-2. Вот это был сейчас опаснейший удар. И откровенно повезло Сергеевцам, что мяч не влетел в ворота. Еще один момент. Ну и здесь Никита Швецов уже демонстрирует свое мастерство. Вытаскивает он мяч из нижнего угла. И таким образом счет матча 2-1. И финальный свисток у нас прозвучал. Игра, товарищеская игра на этом завершена. Сергеевск выиграл 2-1. Дмитрий Гомзиков на ваших экранах. Ну давайте еще раз пробежимся по интересным фрагментам этого матча. Сергей Ларин уже на четвертой минуте ворвался в штрафную площадь. Был сбит. И судья Вячеслав Левков назначил пенальти. Сам пострадавший седьмой номер вот так вот направил мяч мимо голкипера. Сделав результат 1-1. Но недолго Сергеевск был лидером. Перед этим Александр Николаев сотворил очередной шедевр. Который обязательно мы разместим на ютубе. Обязательно останется в нашей памяти. Ну а здесь шестой номер делает счет. 1-1. Убежал от защитников Сергеевска. И никаких шансов голкиперу не оставил. Но уже в первом тайме Сергей Ларин вот так вот пробил. Гарик Сараян на добивание. И 2-1. И на этом у нас все друзья. До новых встреч. Это была игра. Редактор субтитров А.Семкин